Здравствуйте, здравствуйте. Как ваше самочувствие сегодня? Пациенты Любови Алексеевны каждого врачебного обхода ждут с удовольствием. Знают, доктор Карлаш – настоящая волшебница. Мне нравится все. И чистота, и порядочек, и уют. К Любови Алексеевне я попала сразу. Поэтому, конечно, в растерянности была. Но все было замечательно. Она всегда найдет доброе, душевное, хорошее слово. Стать врачом Любовь Алексеевна не планировала. Мечтала об авиации, но не прошла по здоровью. А потому решила лечить людей. В медицине она почти 60 лет. Из них 44 в стенах этой небольшой, но уютной и родной больницы. Сложно сказать, сколько жителей города и поселка Бабанакова вылечила Любовь Алексеевна. Золотые руки, а еще неизменная улыбка и теплый лучистый взгляд. Естественно, одной улыбкой, добрым словом, не излечишь. Эффективное выздоровление зависит от ранней диагностики заболевания и грамотного назначения препаратов. И, конечно, самих методов лечения. Если сравнить начало трудовой деятельности в середине прошлого века и современное состояние медицины, это как небо и земля, говорит Любовь Алексеевна. Лечение, если посмотреть в прошлое, то как-то было оно какое-то примитивное. Я начинала, как лечили и сейчас. Сейчас передовые технологии. Ну и у нас, естественно, тоже лечение больных наших изменилось. Изменились сроки пребывания в стационаре. Ну, условия обследования больных стало более обширным, доступным. Современное отделение рассчитано всего на 19 коек. В прежние годы их было 100. Любовь Алексеевна отмечает, слова «инфекционист» всегда на передовой скорее отражают то время. Я вот в Новосибирске, когда работала, была вспышка полиэмилита. Затем, значит, здесь уже работая, у нас были вспышки гепатита. Каждые 5-7 лет. Я вот на вспышке работала, не помню, 86-й, по-моему, год, была вспышка гепатита. Помогала работать в городе Ленинске. Работала там более месяца. Тому, что число инфекционных больных снизилось, способствуют передовые медицинские технологии. К примеру, в 60-е Любовь Алексеевна и предположить не могла, что появятся такие методы исследования, как УЗИ брюшной полости, грудной клетки или ФГДС. Сегодня это обычное дело, как и новые лекарственные препараты. Работать в таких условиях гораздо интереснее. И хотя доктор Карлаш прошла солидную врачебную школу, учиться приходится постоянно. Любовь Алексеевна, как и в молодости, тянется к новым знаниям, не только обучаясь на курсах повышения квалификации, но и участвуя в работе конференций и семинаров. Но самое главное, для чего учусь, говорит зав. отделением, чтобы передать то, чем владею коллегам. У нее спрашивают советы, как молодые, так и те, с кем вместе десятки лет. С Любовью Алексеевной мы здесь 41 год, плечом к плечу. Хочу сказать, очень грамотная врач, хороший специалист, хорошая мама, хорошая бабушка. В этой сфере, почему я столько лет работаю, мне нравится, что наши больные поправляются, что основной процент больных выздоравливает. Уровень качества лечения Любови Алексеевны по оценке страховых медицинских организаций составляет от 90 до 95%. За этими цифрами годы практики симбиоз знаний и любви к профессии пациентам, а еще талант быть и профессионалом, и мамой для каждого больного одновременно.